Полезный город Добрый день! Какой курс и что в 2021 году у вас было интересного? Добрый день! Меня зовут Бушмелева Евгения. Я студентка 4-го курса факультета ветеринарной медицины. С детских лет я мечтала стать ветврачом и поступила в университет. На втором курсе начала заниматься научными исследованиями на кафедре микробиологии. Интересно, что у вас там проводится исследование коронавируса у животных, у зверей? Да, я проводила такие исследования в наше время. Это актуальная тема. И как? Нам бояться за наших котиков-собачек или, может быть, за промышленных животных? Нет, можно не бояться. Именно COVID-19 животные подвержены очень мало. И практически минимальная вероятность заражения. А что вы там с ними делали? Вы их специально пытались заражать или как? Нет, всё только в теории. Любопытно. Также я принимаю активное участие в работе военно-патриотического центра в университете и занимаюсь конным спортом. Так, интересно. И вы у нас входите в число стипендиатов? Да, получаю стипендию от Россельхозбанка. Расскажите, за что и сколько? Денежный вопрос всегда, мне кажется, для студентов очень важный. После желания поспать. Ну да, стипендия составляет 15 тысяч рублей. Это помимо обычной академической стипендии. То есть, ну, это не такая плохая цифра. Это очень хорошее дополнение и мотивация дальше учиться, заниматься наукой и спортом. А за что её выплачивают вам? То есть, все свои достижения я представила в портфолио. То есть, и по науке, и по спорту. Все грамоты, благодарности. И это портфолио было оценено комиссией Россельхозбанка и академии университета. А если вот взять всю вашу масштабную деятельность прошлого года, что бы вы выделили, как, не знаю, самый главный свой успех, то, чем вы гордитесь? То есть, первое, что приходит на ум, вот оно, наверное, самое главное. По крайней мере, для вас точно. Я не знаю. У меня, наверное, именно всё в совокупности. То есть, я никогда не сижу на месте. Мне вот всё время надо что-то делать. У меня вообще не бывает дома. У меня всё время учёба, спорт, наука. Всё, что угодно. Так, а на 22-й год какие есть планы? С чем они больше всего связаны? Продолжать заниматься этим же. А что после коронавируса у котиков будет следующим вашим научным интересом? На этот год ещё не определилась с темой. Ну, конференция весной, в апреле. Так что ещё есть время. И уже есть какие-то и дедлайны тоже. Так, переходим к следующей нашей гости. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я учусь на пятом курсе факультета ветеринарной медицины. И пока что ещё иду на красный диплом. Пока что? Ну, сессия всё решит. Зимняя и летняя. Так, вы у нас тоже стипендиат. Да. Я получаю стипендию от Дронича в размере 5000 рублей. Каждый месяц. Так, а у вас какие успехи, достижения? Что отмечено? Университет выстраивает партнёрские отношения со многими сельскохозяйственными предприятиями в плане практической подготовки наших студентов. Ну и у этих предприятий, естественно, возникает конкуренция за хороших студентов, которых они присматривают в дальнейшем для работы. И многие предприятия назначают лучшим студентам по итогам практики именные, так скажем, корпоративные стипендии. А, это хитрость такая. Совершенно верно. Рекрутинг. И Виктория является одним из таких стипендиантов стипендии, назначенной агрохолдингом Дороничи. Вот у нас только что ещё был Россельхозбанк. А сколько вообще у вас партнёров, которые присматривают или поддерживают студентов? В 2021 году было шесть таких партнёров. Но мы работаем над этим и расширяем перечень предприятий, которые готовы участвовать в этой программе. Это именно по стипендиям? Стипендиальная поддержка наших студентов. Ребят, кстати, вот что вам интереснее, наверное, да, или там перспектива будущего трудоустройства, либо стипендия в тот момент, когда вы учитесь, либо какие-то постоянные, регулярные, понятные вам стажировки или практики. То есть, когда вы знаете, что я каждый год хожу на стажировку в такое-то место, получаю там компетенции и, возможно, в будущем там и подработать. На самом деле, каждый критерий, который вы называли, для нас очень важен. Каждый. То есть, нельзя выбрать между деньгами и практикой. Всё нужно. Нам всё нужно. Деньги — это сегодня и сейчас. А те знания, умения, навыки, компетенции, которые ребята получают на практике, они будут востребованы в течение всей жизни. То, что они наработают сейчас во время учёбы, ну, по сути дела, это является основой для построения их карьеры в будущем. Поэтому всегда, ребят, когда ориентируем, говорим, не надо гнаться за большими зарплатами, смотреть, где побольше. Смотрите, там выбирайте те предприятия, где вас смогут научить вашей профессии по максимуму. Виктория, расскажите, да, о чём вы агрохолдинг покорили? Я не первый год прохожу практику в предприятиях агрохолдинга Дорончи. Здесь практическая подготовка студентов организована на самом высоком уровне. И если студент работает добросовестно, то его рады видеть и на следующий год. Предприятия поощряют лучших студентов. Я выполняла работу ветеринарного врача на свиноводческом комплексе «Села Русское». Проводила различные лечебно-профилактические мероприятия. Получила много практических навыков, востребованных технологий современного производства. И эта работа меня очень вдохновляет. Руководство оценило и отметило результаты моей работы. И на следующую практику, которая будет уже в марте месяце, снова планирую прийти на это же предприятие. А расскажите тем, кто считает, что ветеринарный врач — это только котики и собачки? Нет, конечно. Чем вы там занимаетесь? К вам приводят нездоровых животных? Или вы за маленькими ухаживаете? Что это за работа такая? Ну, практика у нас обязательна только на предприятиях сельского хозяйства. То есть можно выбрать либо направление крупнорогатый скот и свинокомплекс. Я выбрала поработать с поросятами. Хотя вообще никак не планировала. Ближе меня к телятам, наверное, тянуло. Но когда попробовала, поняла, что все-таки поросят — это мое. А что с ними нужно делать? Я работала на площадке доращивания, поэтому моя основная работа была вакцинация. На площадке было около 25 тысяч поросят. И нужно было каждого провакцинировать, пролечить. У кого-то там ножка болит, у кого-то еще что-нибудь. То есть в основном-то это была вакцинация. И надо еще запомнить, что вот этого я уже уколола, а того еще нет. Ну, там же специальными маркерами все помечается. Кольнули — пометили, кольнули — пометили. То есть поэтому так и не путаем. А больные ножки, лапки, как вы с этим справляетесь? Ну, в основном больных поросят мы отсаживаем в отдельную клетку, называем их санитарками. На протяжении недели мы за ними наблюдаем, обкалываем различными антибиотиками, витаминами. И потом, если поросенок выздоравливает, то мы его обратно подсаживаем к здоровым поросятам. Если же не получается у него выздороветь, наблюдаем еще какое-то время, а потом уже при сдаче поросят на откорм, там за ними ухаживают другие ветеринарные врачи на другой площадке. — А есть ли в этой работе у вас осознание того, что вы действительно делаете полезное не только там для конкретного животного, но и для области, для предприятия и для собственной карьеры, естественно? — Сложный вопрос, если честно. — Просто вот я сейчас, передо мной сидит человек, который работает там, куда мне бы в голову в жизни не пришло пойти. — Если честно, мне тоже бы не пришло это в голову. Получилось случайно, на самом деле. И следующую практику, когда я выбирала на следующий год, я поняла, что кроме как русского, где я проходила практику, никуда больше не хочу. И получается, в этом году тоже иду туда же, на это же предприятие, на эту же площадку. — Ага, отлично. Так, двигаемся дальше. Нам надо успеть про всех рассказать. Еще про тех, кого с нами сегодня здесь нет. — Можно я тогда еще пару слов? Как говорится, не хлебом единым жив человек, так же и студент жив не одной учебой. Для того, чтобы развиваться во всех сферах жизни, студентам надо предоставлять условия, что, собственно говоря, университеты делают. Кто желает заниматься спортом, пожалуйста, у нас есть для этого спортивные секции. Научные исследования можно реализовать, занимаясь в студенческом научном обществе. Есть проектный офис, который помогает ребятам реализовывать различные проекты в самых разных сферах деятельности. Есть центр поддержки студенческих инициатив, но и большинство ребят занимаются в этих центрах и достигают определенных результатов. Руслана как раз занималась при проектном офисе, и они разрабатывали, реализовывали проект. Руслана, сами расскажите, да? — Конечно. Всем доброго времени суток. Меня зовут Куруц Руслана. Я являюсь студенткой третьего курса биологического факультета специальность биоэкология. Для того, чтобы рассказать о моих каких-то заслугах, не только моих, поясню, что такое университет 2035. Университет 2035 — это первый в России глобальный цифровой университет, или еще можно сказать, университет новых возможностей. В весеннем интенсиве 2021 года я была в составе команды, которая участвовала на данной платформе. Мы разрабатывали проект обогащения мясных полуфабрикатов йода. А уже в осеннем запуске 2021 года я была в качестве наставника команды «Эко-чилл» с проектом «Наука-сад». Как раз-таки наш проект, проект моей команды, вышел в финал, а также попал на демо-день. И сейчас висит на сайте университета 2035 на витрине проекта финалистов. Это единственный в Кировской области проект, который вышел на демо-день. Так, это «Наука-сад». «Наука-сад», да. Нужно сказать, что это университет 2035, площадка «При Сколково» созданная. Да, да. То есть это... Детище Сколково. Отбираются лучшие, самые прогрессивные. А расскажите, вот этот проект, он там висит, на этой витрине. Чтобы что? Дальше с ним что-то будет? Ну, конечно. Я думаю, что ребята дальше будут продолжать над ним работать. И в дальнейшем, может быть, выиграют какой-то грант для его осуществления. На витрине он висит для того, чтобы потенциальные... Интересанты. Интересанты обратили внимание на наш проект. И смогли не то, что помочь, а как-то реализовать этот проект. Возможно, своих целей, возможно, нам помочь его реализовать. А о чем он? В чем суть? Это живая зона для социального контакта... Проекта? Живая зона для социального контакта всех слоев населения. Как нашего университета, так и гостей нашего университета. То есть это какие-то теплицы. Это для того, чтобы выращивать какие-то растения. Это также лектории, чтобы проводить лекции на улице. Ну и, в принципе, это такая, можно сказать, зона для общения как студентов, так и преподавателей и гостей нашего университета. Что-то полезное, приятное, атмосферное. Да, да, конечно. Все в одном. Интересный проект тоже про обогащение полуфабрикатов йодом. Для Кировской области проблема известная. Недостаток йода. Конечно. Есть ли какие-то перспективы реализации у того проекта? Может быть, университет его каким-то образом может продвинуть? На самом деле, вы хотите сказать, университет наш или университет 2035? Наверное, наш я имею в виду. Да, конечно. На самом деле, Кировская область является эндемиком по йоду. И поэтому это вообще такая глобальная проблема не только для Кировской области, но, как сказал врач-эндокринолог, для всей России. Наш проект, как я думаю, очень важен, но не знаю, чья это, можно сказать, вина. Но проект, к сожалению, на платформе университета 2035 не взаимел таких прям успехов. Мы вышли в финал, конечно, но, к сожалению, эксперты, можно сказать, грубо, были некомпетентны в нашем вопросе, так как вопрос достаточно сложный и достаточно очень важный. Михаил, может, вы поясните что-нибудь? Работа над этим проектом продолжается. Университет занимается поиском заинтересованных лиц, поиском инвесторам. Но я думаю, что при желании и научного нашего коллектива, и студентов, все-таки проект будет релизован достаточно масштабно. А если вообще говорить про научную деятельность, кто главный мотиватор? Вы сами или университет приходит и говорит, ребята, вот если вы будете чем-нибудь таким заниматься, то вам, может быть, там будут какие-нибудь ништяки в виде стипендий или еще чего-то, там повышенных баллов за что-нибудь? На самом деле, первый раз, когда мы вообще пришли в университет 2035, преподаватель пришла к нам и сказала, вот есть такая вот идея крутая, можете поучаствовать, получили для себя какие-то новые знания. Для начала мы очень долго думали, потому что было на самом деле вообще ничего не понятно. Для нас это была новиночка. Но, так сказать, можно сказать, грубо говоря, под напором преподавателя мы туда пошли. На самом деле, никто из нас об этом не пожалел. Во-первых, на брифингах, где мы получали как знания, так и какие-то советы, всегда в конце было буквально 5-10 минут для того, чтобы вы пообщались с другими ребятами из других городов. Это было очень интересно. Я помню такой случай, когда один из экспертов, можно сказать, да, экспертов, показывал нам свой город по видеосвязи. То есть, ну, в общем, очень много полезного мы оттуда приняли, переняли, вернее. Ну и, в принципе, что такое проект, как его упаковать, как в дальнейшем идти с ним, куда идти, об этом все нам рассказали. Мы это все, еще раз, об этом нам рассказали. И в дальнейшем нам эксперты дали советы по его продвижению. Так что дали свои контакты для того, чтобы, допустим, экономику проекта нам помочь сделать. И в дальнейшем мы подавали на гранты, но, к сожалению, тоже пока что успехов не принесло. Но я думаю, что в дальнейшем это обязательно, мы обязательно получим то, что хотим. Михаила, вот этот университет 2035, это тоже партнер Вятского ГОТУ, да, или как это работает? Да, мы устраиваем отношения и с ними, и стараемся увеличивать количество студентов и преподавателей, которые работают в проектах, реализуемых университетом 2035. Вообще, кажется, что в последнее время проектное мышление становится очень важной вещью. И если человек этим не обладает, он, наверное, очень много теряет, потому что мир переходит на существование вот какими-то проектами, да? Совершенно верно. И вот то, что там, я не знаю, этот университет 2035 дает, это, наверное, там ваш университет частично себя как-то, да, может снять ответственность за эту часть подготовки. Ну, мы тоже учимся, совершенствуемся, смотрим, куда идет мир, стараемся не отставать. Ага. Так. Двигаемся дальше. Станислав, у нас получатель стипендий президента. Вот поскольку начали говорить про стипендии разного уровня, есть корпоративные стипендии, есть стипендии высокого уровня, стипендии президента Российской Федерации, стипендии правительства Российской Федерации. Двое обучающихся в прошлом году у нас получили стипендии правительства, и Станислав, сегодня присутствует в студии, получил стипендию президента Российской Федерации. Станислав Тетенькин. Да, добрый день. Я обучающийся, магистрант второго года обучения. Ну, что могу сказать, учиться инженерам всегда было престижно. Бакалавриат закончил с отличием. Дальше уже поступил в магистратуру по направлению эксплуатации транспорта технологических машинокомплексов. Занимаюсь научными исследованиями, в частности, на кафедрах эксплуатации и ремонта машино-тракторного парка, на кафедрах тепловых двигателей. Одна из тем была исследование и оптимизация пассажирских перевозок в городе Кирове на примере АООТП. О, это очень актуально для тебя. Имеется ряд научных публикаций, статей, ряд. Так, расскажите, а стипендия президентская, она за что? За какую-то конкретную работу? Нет, она комплексно идет. То есть учитываются все твои выступления, сколько у тебя дипломов, сколько у тебя научных статей, как ты вообще в целом наукой занимаешься, на все это смотрят и выбирают. И ее выплачивают регулярно на протяжении какого-то срока? Да, она выплачивается ежемесячно. На конкретный срок она назначается и выплачивается. Так, расскажите про цифры. Ну, 8 тысяч в месяц стипендии составляют у меня. Она не большая, здесь больше престиж именно. Да, звучит, конечно, и дальше в резюме вам всегда пригодится упоминание. Конечно, да, да. Как вообще устроено получение стипендий? Вы заявлялись, либо ВУЗ пришел, сказал, что давайте попробуем, вы такой у нас успешный, классный. Учебное заведение уведомляет о том, что есть конкурс какой-то, и вы собираете все свои успехи в одно целое и подаете заявку. Дальше уже решают, кто прошел, кто не прошел. Вы первый год являетесь получателем этой стипендии, а дальше будете еще куда-то подаваться? Ну, дальше, после магистратуры, конечно, имеются определенные планы на аспирантуру. То есть, ну, дальше наукой заниматься. А наукой вот в сфере транспорта, да? Не обязательно. То есть, я бакалавриат закончил агроинженером, сейчас учусь в магистратуре по направлению эксплуатации уже транспортно-тикищей машинных комплексов. Тоже пока иду на красный диплом. Дальше. Все такие осторожные у нас пока, да? Да, ну, жизнь такая штука, что все может поменяться. Расскажите нам, Станислав, что вы интересного узнали в ходе вашего исследования в сфере транспорта по ТП, потому что вот в начале года мы опять тут увидели у нас и пробки, и там какие-то страшные вещи с вплоть до вырванных дверей. Ну, что сказать, могу сказать, что транспорт у нас не совсем корректно работает. На определенных маршрутах прям не хватает количества автобусов в одном рейсе. То есть, на каждом рейсе нужно смотреть, исследовать. А у вас вопросы какие были в этом исследовании? Ну, нужно было просто с помощью выборки, ну, выборка, брались люди, которые в час пик, да, ездят. Нужно было их сочетать и определить оптимальное количество автобусов на маршруте. Ну, там, это часть только того, что я сделал. И это было какое-то в совокупности большое исследование? Ну, исследование, да, ну, апробация имелась, работы, да, то есть, она... Мои наработки были переданы в предприятие, а дальше уж они сами. Ну, там руководитель молодой, перспективный, смелый, может быть, да, что-то... Денис Берлак. Да, получится. Так, продолжаем дальше, знакомиться с нашими гостями. Здравствуйте, я Лежни Наталья Андреевич, я инженер третьего курса инженерного факультета. Расскажите, у вас целый список, мне кажется, всяких вещей, олимпиады, выступления научные. Ну, там, да, много всяких проектов, я в них там много что делал, где-то просто оформлял, а где-то выступал даже, вот. Так, у меня вот есть, например, записано про вас диплом первой степени международного научно-исследовательского студенческого конкурса бизнес-идеи проектом, с проектом макропредпринимательства «Мейнстрим. Развитие сельских территорий». Тоже большая проблема для Кировской области, развитие именно вот этих территорий, откуда все пытаются уехать. У вас тут, наверное, какие-то предложения были? И где оценили эту работу? Я уже точно не помню, но я куда-то с этой работой... Потому что всего так много. Я много куда с этой работой ездил, но ключевая суть в том, чтобы правительство Кировской области спонсировало организации, чтобы студентам заинтересовать в том, чтобы остаться в Кирове и развивать Кировскую область. Ну, именно в сельские территории вы имеете в виду, да? Да. И какие у вас предложения есть? Кому надо давать эти средства? Прямо студентам, выпускникам? Или надо вкладывать их в территорию, чтобы она становилась интересной молодым людям? Ну, надо же студентам объяснить, как это работает, какие есть перспективы, и тогда они и не будут. Вот. Расскажите, кстати, ребята, про свои планы. Вот вы все у нас успешные, вас, наверное, с руками и ногами в любом месте, в любом регионе захотят получить. Какие вы будете... Каков ваш выбор? Киров или за пределы? Ну, я лично в Кирове останусь. Я не знаю, куда мне податься еще. Ну, я тоже всегда хотела остаться в Кирове, ну, либо в Кировской области, то есть это родной мой город, мне он нравится, и то есть, ну, как говорят, где я родился, там и пригодился. Так, а еще, ребят, какие есть мнения? Кто-нибудь хочет уехать? Ну, я планировала, да, уехать. Хочется побывать в другом городе. Я не говорю о том, что город какой-то плохой. Я точно так же, как и все, люблю город Киров, но хочется что-то другое попробовать. Михаила, вы как-то следите за миграцией выпускников? Статистику собираем. Ну, как правило, это первые годы после окончания УЗА, а в дальнейшем уже кто куда переезжает. У нас, конечно, такой информации не собирается, но по отдельным людям, конечно, мы такую информацию через деканаты, через факультеты можем получать. А есть какие-то регионы притяжения особые? Я знаю, что ВУЗ работает, конечно, над закреплением кадров здесь, и партнерами выбираются именно кировские предприятия. Но вот раз кто-то куда-то едет... Совершенно верно. Ну, у молодежи мысли какие возникают? Столичные регионы Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В основном вот эти вот города рассматриваются. Ну да, и когда ты покажешь все свои дипломы и напишешь, что ты получал президентскую стипендию, наверняка шансы кто-то устроится повышаются. Так, Виталий, расскажите вот еще, пожалуйста, про ваши поездки, потому что у вас есть и международный опыт. Ну, там просто сам конкурс был международный, и все, нет. Так, а с Белоруссией что у вас? Не помню даже, если честно. А давайте вспомним что-нибудь из последнего. Из последнего я никуда не ездил. Там только отправляли работы на конкурс и все. Кроме того, что вы занимаетесь проблематикой развития сельских территорий Кировской области, вот у вас есть еще некий бизнес-направление, да? Ну, как-то странно, выходит, я инженер, а какие-то бизнесы, видите, у меня там как бы просто... Я просто участвую в этих проектах, я же не основоположник. А, то есть вы работаете в команде? Да, и мы вместе, когда что-то делаем, вот у нас получаются такие проекты интересные, просто я во все вписываюсь, у меня их так много. А ваш научный интерес, вот личный, самый большой, это в чем он? В какой сфере? Ну, не знаю даже, если честно. Я больше там по оформлению, по собиранию данных, ну и по обработке какой-никакой, и все. Вот как-то так. Но тоже очень важный момент, без этого тоже никуда не денешься. Это же самая главная работа, наверное, на самом деле. Так, у нас Владислав Котельников, хорошо? Здравствуйте, меня зовут Котельников Владислав, я студент третьего курса инженерного факультета, и сейчас в нашей лаборатории цифровых технологий в растении в остре мы занимаемся над созданием автоматизированной мобильной аэропоники. Наша установка предназначена для ускоренного выращивания микрозелени и адаптирована для использования в домашних условиях. Автоматизация нам позволит наблюдать за процессом роста из любой точки мира и проведить научные исследования для выявления наиболее эффективных методов выращивания. А как можно следить вот из любой точки мира? Это прям Wi-Fi, умный дом, все вот такое, да? Да, наша установка собирает данные с своих датчиков и отправляет данные на сервер. После чего мы можем зайти на сайт и посмотреть, что у нас там происходит. Например, воды уже нет, пора там подлить, например. Или у нас вообще какой-то аварийный режим, и света дома нет, нужно идти исправлять ситуацию. А ваши установки уже существуют? Вот в дне опытных образцов, а более распространенные? Пока только как опытные образцы, да, но мы планируем, что все-таки пара образцов будут у нас расставлены по академии, и там будут работать, и мы будем отлаживать всю нашу работу. Я так понимаю, что конкуренция у вас уже есть, потому что микрозелень уже выращивают. Вы следите за ними и продвигаетесь, да, куда-то в новые направления, чтобы отстроиться. Да, конкуренты есть, но именно мы больше нацелены на автоматизацию процесса выращивания. А конкуренты пока этим не очень сильно занимаются. Интересно, как вам пришло вот это направление для изучения, для проработки? Меня пригласили на втором курсе поучаствовать в этом. Я согласился, стал этим заниматься. Расскажите, какие у вас есть уже награды за это или за что-то другое? В прошлом году я стал студентом года, и также выиграл грант для проведения как раз-таки моего научного исследования по аэропонике. А что вы там выращиваете, кстати? Какие культуры? Мне запомнился только горох, потому что я его часто пробовал на вкус. Довольно вкусно получается. Не знаю, там, поддержат ли меня девушки, но меня в последнее время появившиеся в продаже всякой микрозелени очень интересуют, потому что там, не знаю, ЗОЖ, ПП, все эти вещи, они уже популярны, мне кажется, будут ещё популярнее. Поэтому мне прямо интересно, что у вас там получится, и когда можно будет завести такую установку у себя дома. Надеюсь, через годик всё получится, сможете купить. Отлично. Михаил, расскажите, почему у нас здесь почти что всё представители инженерного факультета? Это какой-то у вас прям... Нет, почему у нас здесь есть девушки из факультета ветеринарной медицины, из биологического факультета. Ну, ребята представили инженерный факультет. Ага. То есть, ну, мы постарались с разных факультетов пригласить. Видимо, я как-то обратила внимание на то, что вот он какой-то есть секрет прямо у инженерного факультета, что там все ребята что-то делают. У нас есть творческие ребята на всех факультетах. У нас все молодцы. Расскажите про представителей, получателей правительственных стипендий. У нас нет, да, здесь, в студии никого нет. Мы приглашали. Он, к сожалению, не смог подойти, у него там семейные проблемы. Много ли вообще вот видов стипендий и ребят, которые их получают? В целом по ВУЗу? Да. Ну, если есть что-то такое. Так, сейчас обвиню. Продолжение следует... Регистранты второго курса хозяинов Кирилл и аспирант второго года обучения САИТов Алексей. Ну, и вот шесть партнеров ваших. И, наверное, у ВУЗа тоже есть какие-то меры поддержки особые, да, для тех, кто занимается исследованиями и там какие-то творческие способности проявляет. Совершенно верно. Ну, я уже говорил, что университет выстраивает партнерские отношения с разными предприятиями. Предприятия назначают корпоративные стипендии. В прошлом году порядка 35 студентов получали такие стипендии от этих предприятий. Наш университет также старается поддерживать всех ребят, которые активно занимаются и общественной деятельностью, и научной деятельностью. Они имеют возможность получения тоже повышенных стипендий уже от университета. Ну, и где-то порядка 10% от всех получателей стипендий, государственной стипендии. Вот таких вот ребят у нас есть на сегодняшний день. Ребят, расскажите, как вас хватает на все? На учебу, на какие-то вот эти научные вещи, на то, чтобы вообще придумать? Потому что я прекрасно знаю, когда ты загружен какой-то текучкой, рутиной, не придет никакая там суперидея, лампочка в голове не загорится, нужно иметь какие-то ресурсы на это. Как вы, не знаю, справляетесь ли вы? Сразу были такие заряженные, и вас можно еще куда-нибудь направить, хватит на все, и поспать тоже. Секреты, лайфхаки. Ну, тут, ну, я не знаю, ребят, может, кто-нибудь сами скажете, по своему мнению знаю, когда есть интерес к какому-то делу, всегда найдешь время, чтобы им заниматься. Всегда есть возможность такая. А если еще это финансово как-то поддерживать, то вот... А если интерес как-то еще финансово поддерживать, то просто все можно на два умножить, все получится точно. На самом деле нужно просто поймать волну вот этой вот текучки, как вы сказали, рутиной, и дальше само пойдет. Ага. А можно не спать? Тоже не плохо. А иногда хочется только спать и больше ничего не делать. Отлично. Получился такой вдохновляющий эфир, несмотря на то, что, да, мы знаем, что движение вперед требует усилий, и иногда хочется спать. Михаил. Пару слов. Да, давайте. В предупредлении у меня студента хочется пожелать всем ребятам дальнейших успехов, хочется пожелать не бояться ставить перед собой амбициозные цели и двигаться к ним, и все тогда получится. Я тоже надеюсь, что все получится, и ВУЗ в этом всегда поддерживает, потому что, что нам рассказывала ректор ваша Елена Симбирских, это прямо вот новое руководство сейчас, все для студентов, и вплоть до того, что индивидуальные какие-то графики и обучение, и сдача, если вы занимаетесь чем-то еще параллельно, потому что все успехи, разностороннее развитие личности, это ставится во главу угла. Что ж, с наступающим днем студента. Благодарю всех наших гостей, замечательные Вятские государственные агротехнологические университеты, проректора по учебно-методической работе Михаила Паяркова. Всем успехов! Спасибо! 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 Полезный город